Муамир Добро пожаловать в Сараево! Это жизнь других! Добро пожаловать в Сараево! Пожалуй, и всё. Давайте же всё остальное сегодня и узнаем. Сараево – это столица Боснии и Герцеговины, горной и красивой балканской страны. На первый взгляд кажется, что люди здесь не очень-то отличаются от граждан остальных стран Европы. Они стоят в пробках, когда добираются на работу, гуляют в парках, ходят на шопинг. Но отличия всё же есть. Добро пожаловать в Сараево! И всегда помогала бы людям, как Энвер. Например, подвозила бы на своём такси тех, у кого нет денег, и бесплатно помогала бы врачам добираться до работы. Но в какой бы семье я ни родилась в Боснии и Герцеговине, мои родители никак не смогли бы попасть в частную клинику. И не стоит возмущаться. Наоборот, это прекрасно. Вот так вот в Сараево все роддома бесплатные. Представляете? То есть сюда ты приходишь, в принципе, с подругой можешь родить, ну и потом ешь, пьёшь один день. И всё. И с ребёночком уходишь домой. И всё это бесплатно. А все, кто к тебе приходит в больницу, все выглядят вот так. Государственные больницы прекрасно оснащены и ничем не отличаются от европейских частных роддомов. Более того, медперсонал так заботится о женщинах, что ничего им не запрещает. Ну ладно, шоколад. Ну ладно, кофе. Эти в пятом сезоне программы меня, да и вас уже не удивишь. Но здесь не накладывают запрет даже на очевидные вредные привычки. Будущие мамы приходят к нам на осмотр раз в месяц. У нас считается некорректным что-либо запрещать. Ведь это взрослые люди, которые приняли взвешенное решение, что в их семье должен появиться ребёнок. Мы не запрещаем. Мы советуем и рекомендуем. От государства каждая мама получает 150 евро в честь рождения ребёнка. А затем около 70-80 евро помощи каждый месяц до его совершеннолетия. Пока малыш маленький, мама может обращаться в что-то наподобие молочной кухни. Там ей бесплатно помогут с продуктами. Хотя если у вас есть машина, здесь вы будете считаться богатым человеком. И никаких выплат на ребёнка вы не получите. Вот так. Во многих странах мира отцы присутствуют на родах и первыми учатся надевать подгузники и купать малыша. В других отец вполне может узнать об успешном рождении своего собственного ребёнка от соседей по площадке. Здесь что-то среднее. Отцы редко остаются в больницах с будущими мамами. Они готовятся к приезду семьи дома. Как только женщина со схватком попадает в больницу, счастливый папа заступает на хозяйство. Мужчины убирают дом, готовят праздничный обед или ужин, обзванивают и приглашают родственников на празднование. При этом обязаны подготовить всё к приезду малыша и мамы. Кроватку, чистые вещи, перекусы. А вот к рождению боснийца от Нана готовился не только его отец, но и сам генеральный секретарь ООН. Когда моя мама была в больнице, ей сообщили, что она будет рожать шестимиллиардного жителя Земли. Откуда-то появился сам Кофианан. Набежали все, кто мог, телевидение, радио и, конечно же, абсолютно все наши местные политики. Именно Кофианан вынес меня на руках к журналистам полчаса после того, как я родился. Ты скажи, вот ты официальный шестимиллиардный человек на Земле, правильно? Да, красивый получился, да? Объясни мне, как вот это вообще, как возможно, как можно человека посчитать? Вот я уверена, ни один человек, включая меня и всех зрителей, которые нас смотрят, не знают, какие по счету они рождены. Откуда твои родители узнали? Да никак они не узнали. Мою маму просто поставили перед фактом, когда у нее уже начались схватки. Мама одна, она даже не представляла, что на самом деле за звание шестимиллиардного ребенка велась нешуточная борьба. На него претендовали дети из США и один ребенок из Китая. До сих пор китайцы утверждают, что именно он и был шестимиллиардным. Больница, в которой родился Аднан, получила роскошный денежный подарок от ООН. Чего нельзя сказать про его семью? Что в твоей жизни дало это звание тебе? Ну, у меня, по идее, есть какие-то официальные бумаги, которые подтверждают это звание. Но я их никогда не видел. Одна копия находится в Генассамблее ООН, а вторая почему-то в Интерполе. Есть еще небольшая медаль. Наверное, из серебра. Вот и все. Ну, тебе хоть в школе завидовали дети? Так, а чему тут завидовать? К тому времени, когда я пошел в школу, все уже забыли, что 6-7 лет назад в Боснии и Герцеговине родился шестимиллиардный ребенок. Ну, слушай, ну это как-то странно, честно говоря, что ты шестимиллиардный, а я вот неизвестная никому, понимаешь, и ты ни копейки денег за это не получил. Ну, вот согласись, как-то это неправильно. Раз тебя уже наградили этим званием, раз тебе оно попалось так случайно, уже как-то могли тебя поддерживать. Иногда парня приглашают на какие-то политические мероприятия или на футбольные матчи. За это ему не платят, но могут купить билеты. Лишь однажды сам Аднан обращался за помощью в международной организации, когда очень сильно заболел его отец. И у семьи не было денег на дорогостоящее лечение. И мы помогли, а большего просить босницу не позволяет гордость. Я всего в жизни могу добиться сам. Как бы там ни было, я считаю, что звание шестимиллиардного ребенка возложило на меня ответственность. Я всегда хорошо учился, с отличием закончил школу, самостоятельно поступил в престижный университет. Я мечтаю стать архитектором и строить новые дома, новый мир. На месте одно, но я бы тоже гордилась тем, что самостоятельно поступила в университет. Ведь в Боснии и Герцеговине учеба – это не шутки. Когда я поступала в университет, я помню, что мне надо было сдать три экзамена. Я так волновалась. Но чтобы поступить в Сараево в университет, нужно сдать не три, а десять экзаменов. Представляете? И поступить все равно будет очень-очень-очень сложно. У меня аж сердце заболело. С другой стороны, оно все равно заболело. Чтобы к нам поступить, будущий студент должен не только хорошо закончить школу, но и обладать талантом к пению, танцам и актерской игре. Конечно, мы понимаем, что не все имели возможность этому учиться, да и обучать будем с нуля. Тем не менее, талант, старательность и высокий интеллект – обязательные требования к будущим актерам. Амила – преподаватель в художественной академии. Ее коллегой когда-то был тот самый Эмир Кустурица. Но далеко его нельзя назвать самым значимым профессором вуза. С уверенностью могу сказать, что наша академия не только лучшая в Боснии и Герцеговине, но и одна из лучших в Европе. Ведь наши выпускники получали даже Оскар. А еще один фильм был официально номинирован в этом году. Обучение в академии бесплатное. Оно финансируется и государством, и администрацией города Сараево. Поступить поразительно сложно. И из-за высоких требований, прекрасного уровня обучения и маленьких групп. В академии учится всего 100 студентов. И каждый преподаватель ведет всего троих из них. Это просто замечательно. Ведь к концу учебы они нам уже как родные дети. Поэтому мы следим за их судьбой и страшно гордимся успехами. Это самое прекрасное в моей работе. Хотя иногда я думаю, что это худшая работа в мире. Ведь мне слишком много приходится заниматься бумагами и разными проблемами. Например, вместо творчества я сейчас все время думаю, успеем мы покрасить пол или нет. А надо успеть. Интересно то, что в свое время Эмир Кустурица занимался здесь не с группой студентов, режиссеров, а с актерами. Хотя теперь все стало на свои места. У нас есть такой предмет, как история кино. И, конечно же, фильмы Эмира Кустурицы – важная его часть. Но мы также изучаем и других режиссеров. Например, меня очень впечатлили работы Андрея Звягинцева. Хотя одни говорят, что Кустурицу уволили из-за того, что он больше времени посещал своей музыкальной группе. В самой академии утверждают, что он сам ушел. Так а хотел путешествовать. У боснийцев к Кустурице неоднозначное отношение. Одни его любят, другие не понимают. И вот смотрите, он даже деревню Кустурица построил не в Боснии, а в Сербии. Вот машина, на которой он ездил, снимал дома. Интересно. Хотя Эмир Кустурица родился и вырос в Сараево, и посвятил этому городу не один фильм, режиссер был не согласен с местной политикой и не поддерживал распада Югославии. Из-за этого он решил не возвращаться на родину, но и быть вдалеке от нее не смог. Поэтому в декорациях для одного из своих фильмов в Сербии, прямо на границе с родной Боснией, он и построил свой дом. Его окружают улицы, названные именами режиссеров. А из окна видно ту страну, по которой он всегда скучает. Конечно, я знаю Кустурицу, это режиссер. Я видел один его фильм. Я очень уважаю Кустурицу как режиссера, как творца. Его фильмы просто потрясающие. На этом все. Мне кажется, он очень хороший человек. Я когда-то видел какой-то его фильм, но я такой старый, что уже не помню название. Я знаю, кто такой Кустурица, но я не видела ни одного фильма. Это же какое-то старье, да? Кустурица. Нужно для ВНЖ и ПМЖ. А любой бизнес здесь можете вести даже дистанционно. Молодое поколение боснийцев, как и тинейджеры во всем мире, скептически относятся к прошлым заслугам и традициям. Например, с каждым годом все меньше желающих заниматься когда-то популярными народными танцами. Когда я поступала, нас очень поддерживали. Нам всегда шили прекрасные костюмы за счет университета или государства. Мы ездили на фестивали. Сейчас все это умирает. Хотя все равно к нам продолжает поступать огромное количество студентов каждый год. Мало кто из ребят может найти работу по специальности после выпуска. Но все равно продолжает гнаться за своей мечтой. И как всегда, в этой гонке женщин больше, чем мужчин. Но это же танцы. Мужчины не танцуют, вы же знаете. Но разрыв не грандиозный. Сейчас в ансамбле 8 человек. 5 девушек и 3 парня. Местных парней интересуют гораздо более мужские специальности. К сожалению, в послевоенной Боснии таких хватает. Хотя сегодня в Сараево все спокойно. Люди разных религий уже давно живут в мире и согласии. А войне напоминают шрамы. Они остались от пуль на фасадах домов, на стендах, оградах. Восстановить город полностью пока не удалось. Так как это требует миллиардных вложений. И казалось бы, от воспоминаний о войне можно спрятаться в горы. Ведь они все так же красивы, как и до конфликта, во время него и после. Но и здесь не все так просто. Прекрасная погода, солнце, горы, птички поют. Вот так вот вышел, и тут прямо такой свежий воздух. Гуляй с собаками. Знаешь, просто получаю удовольствие. Ну, подумали вы. А я вам скажу, нет, это очень опасно. Потому что вот за эту черту переходить нельзя. Заминировано. В Боснии и Герцеговине со времен войны осталось огромнейшее количество мин. Они повсюду. Даже в Олимпийском городке. Со времен окончания войны жертвами мин в Сараево стало чуть больше 600 человек. А 1200 превратилось в инвалидов. Поэтому до сих пор, много лет спустя, после окончания военных действий, каждый уголок своей страны проверяют саперы. На самом деле, друзья, не волнуйтесь. Это поле уже было тщательно проверено. Меня никогда бы не пустили снимать программу среди мин. Мины здесь действительно есть. Но, предположительно, в нескольких метрах от нас. Мы просто хотим показать, как работают настоящие саперы. Мы очищаем страну от мин очень быстрым темпом. Могу с уверенностью сказать, что сейчас уже практически нет вероятности случайно наступить или взять в руки мину или спрятанный боеприпас. А остались лишь минные поля. Мы их исследуем каждый день. Они огорожены и ни в коем случае за эту ограду заходить нельзя. Вот смотрите, видите, сапер стоит. Следующий человек от него может стоять в 25 метрах. Он же весь в оборудовании. Ну, я женщина непробиваемая. Я присел. В общем, короче, видите, вот все огорожено. Значит, он тут уже прошел. Значит, я уже пройду как-нибудь. Так, ну и что? И что, ничего не пикает? Нет, пока нет. Я поняла. А вот этой палкой ты что делаешь? Я провожу этим инструментом, и он ловит подозрительный сигнал от металла. Я поняла. А когда ты найдешь, если вдруг, ну, запикает, ты будешь его тут разминировать прямо? С ее помощью я могу определить глубину, на которой лежит потенциальная мина. Осторожно я пытаюсь немного расковырять землю вокруг, чтобы понимать, действительно ли это мина. Какая, как глубоко она лежит. Я подкапываю ее вокруг максимально близко. Готовлю для следующего специалиста. А вот он уже приходит и разминирует. Поиск мин проходит в несколько этапов. Вначале с помощью металлодетектора ищут подозрительный сигнал. Затем используется специальная индикация. Тогда осторожно снимают 5 сантиметров земли, чтобы сделать сигнал чище. Затем еще опять, если обнаружена мина, вызывает другую бригаду, которая ее разминирует. Не удивлю вас, если скажу, что желающих работать саперами здесь мало. В основном это бывшие или действующие военные. А вот что действительно удивительно, так это то, сколько длятся курсы подготовки. Казалось бы, что для такой профессии нужно учиться годами. Но готовят саперов всего от 2 до 5 недель. В начале они проходят теоретический курс и почти сразу приступают к практике с одним из более опытных товарищей. Жертвами мин всегда чаще становились мирные жители, чем саперы. Поэтому специалисты приезжают по любому вызову от местных жителей. Например, за прошлый год таких вызовов было около 5 тысяч. За 2020 год в Боснии нашли 50 мин и 200 старых боеприпасов. За все время после окончания войны ни одного профессионала не погибло. А 53 сапера были травмированы. Из них двое лишились одной ноги. В самом городе Сараево мин точно нет. Все они были найдены и обезврежены много лет назад. В лесах подозрительные участки тщательно огорожены специальной лентой. Забрести туда случайно невозможно. Поэтому бояться здесь абсолютно нечего. Саперы очищают свою землю в первую очередь ради своих детей, чтобы малыши могли спокойно гулять и наслаждаться жизнью. В нашем садике мы обязательно раз в месяц водим малышей на экскурсии. Это могут быть и прогулки в парке, и посещение каких-то интересных мест с понятными профессиями. Например, полицейского участка, пожарной станции. Часто мы ходим в зоопарк или в олимпийский городок. Здесь детей принимают в садик с 3 до 7 лет. В частные можно отдать уже с одного года. Родители приводят малышей с 7 до 8.30 утра. Сейчас у детей в садике от года до 3 обед. Сидит 20 человек. Ну, назовем это людьми. Посмотрите, уже такие взрослые. И у них три воспитательницы, которые их кормят. Поют песни. И дети все молчат, молчат. Я помню, когда я одного кормила. Там же постоянно и ловить надо было и то, и все. А тут, смотри, видишь, нормальные дети слушают мои голос и молчат. На обед сегодня, значит, хлеб. Ничего не понимаю. Надо сейчас все выяснить. На самом деле у нас своя кухня, свой повар, который готовит строго по государственным стандартам для детей. То есть никакого маргарина, майонеза, колбасы и даже паштетов. Исключительно здоровая и полезная еда. Родители выбирают частные, так как там больше интересных занятий для ребенка. Например, есть театральная школа гимнастика, даже курс изготовления посуды из глины. Все же, в отличие от Европы, здесь есть дети 6-7 лет. Садики также не делятся на мусульманские и христианские. А чтобы не было конфликтов, никакие религиозные праздники на территории учебного заведения не отмечаются. Мы празднуем 8 марта, Хэллоуин, Новый год, но ни в коем случае никакого Рождества или Пасхи. А вот религиозные праздники здесь принято отмечать дома, в кругу семьи и близких друзей. Но, несмотря на разную веру и убеждение, есть то, что всегда объединяет людей. И это, конечно, вкусная еда. На день рождения, свадьбу, Рождество и другие праздники чаще всего заказывают целого барашка, приготовленного на огне. Здесь есть даже специальная профессия. Назовем ее шашлычник, например. Например, Дайджич – профессиональный повар и уже 15 лет занимается барашками. Каждая из них готовится минимум 2,5 часа. Я прихожу на работу, развожу огонь по специальной технологии. Затем разделываю барашка и помещаю его на вертел. Цена барашка зависит от его размера. Но это где-то 100-150 евро. Каждый кусочек мяса проходит сертификацию у ветеринара. Конечно, для Боснии и Герцеговины такие цены считаются высокими. Поэтому в обычные дни местные покупают другое мясо. Самое популярное у нас – говядина и телятина. Ведь из них можно приготовить миллион традиционных любимых блюд. Действительно, местная кухня очень разнообразна. В ней смешалась традиционная мусульманская кухня и сербская христианская. Я обожаю все наши традиционные блюда. Но если вы придете ко мне в гости, я приготовлю чивапы. Это лучшее мясо со специями, перетертое в фарш и приготовленное на гриле. Хоть и не стоит их много есть, чтобы сохранить фигуру, но не могу отказаться от питы и самунов. Самуны – это традиционные пирожки, которые обычно пекут на Рамадан. Сагандолма – это запеченный лук, фаршированный мясом и рисом. В семье Алмера и Сенки тоже на столе часто традиционные блюда. Готовит в основном жена Сенка. Но Амир помогает в уборке. Но такая обстановка в семье типичная только для Сараева и других городов. В селах до сих пор все довольно консервативно. У нас до сих пор перед свадьбой принято, чтобы все соседи, родственники, друзья и сочувствующие пришли на смотри на невесты молодого парня. После свадьбы чаще всего женщины не работают и во всем слушаются мужчин. В чем-то традиции похожи, в чем-то разные. Ведь Босния и Герцоговина – не просто многонациональная страна, но и страна разных религий. В Сараево где-то 85% населения – мусульмане, 10% – православные и около 5% – католики. Я вам решила показать современную молодую семью, которая живет в столице страны – в Сараево. Здравствуйте, проходите. Знакомьтесь, это наш сын Курт. Привет, привет. Сколько лет? 11. 12. Точно, 12 уже. Забыла, забыла, слышишь, забыла чуть-чуть, да. Семья живет в обычной квартире в Сараево. Все трое родились и выросли именно в этом городе. Сенка – журналист, а Амир – графический дизайнер. И когда заходишь к ним домой, это сразу бросается в глаза. Конечно, мы творческие люди. А почему у вас штор нет? Потому что нам просто не хочется их стирать. Это слишком сложно. Вот понимаешь, я думаю, почему я так терпеть не могу стирать эти шторы? Надо их снять. Как и многие семьи в Сараево во время войны, Сенка и Амир оказались в осаде, где велись активные военные действия. Вот этот кусочек дерева для нас ценная память. Он спас нас во время войны. Что значит спас вас во время войны? Была зима, было ужасно холодно, город был осажден. Достать продукты или дрова было практически нереально. И это дерево, его кусочки мы жгли. Оно нас согрело. Но благодаря войне мы познакомились. Сенка была журналистом на передовой, а я воевал. Потом мы долго не общались и случайно встретились через 15 лет, стали вспоминать прошлое и больше не смогли расстаться. Сейчас семья наслаждается мирным временем и решает обычные бытовые проблемы. Например, как содержать квартиру 80 квадратов. А вот за 80 квадратных метров сколько вы платите? За газ, электричество, воду? Самая большая наша проблема – это высокие потолки. Из-за этого сложно согреть помещение. За воду мы платим немного, а вот за электричество – целых 150 евро в месяц. Для Боснии Герцоговины это действительно ощутимая сумма. Ведь зарплаты здесь, если сравнивать с Западной Европой, невысокие. Так полицейский зарабатывает 600 евро. Воспитатель в детском саду от 400 до 600. Продавцы в магазине – 450 евро. Врач – чуть больше 1000 евро. Официальная валюта здесь – КМ. Конвертируемая марка. Но местные почти все всегда считают в евро. А кто у вас главный в семье? Конечно, это Алмир. Я за это его люблю. Он моя защита, опора, моя подушка безопасности. Я во всем его слушаюсь. Звучит как любовный роман. Но вообще неправда. Она слушает меня только если ей нравится то, что я говорю. А все важные решения принимает сама. Мне сказали, что в Сараево я могу зайти в любой дом и скажу, разрешите мне у вас переночевать. И меня все пустят. Это правда? Чистая правда. Ну как это? То есть я приду к вам незнакомой и говорю, пустите меня переночевать, вы меня пустите? Попробуйте. Да, попробуйте. Сможете сами убедиться. Ну я пойду. Хорошо. Что ж, значит, сейчас проэкспериментируем. Идем. Так, идемте. Сейчас посмотрим, так сказать. Дверь уже не открывает. Видишь? Они посмотрели, увидели меня и сказали, незнакомка. Идем дальше. Сейчас нас кто-то отпустит или... Ну интересно. Собака, я слышу. Здравствуйте. Можно у вас переночевать? Вы, наверное, квартиры ошиблись. Может, вам туда? Все. Мы хотели к вам. Нет, к нам нельзя, у нас нет места. Мы тут живем с сыном и вообще, извините, но никак. Видишь, короче, нет места. Все. Извините. Вы ее бросите, мой. Да, все, все. Хвала, хвала. Вот и все. Вот так вот мифы и... Есть еще один популярный миф о Сараево. Туристам часто рассказывают, что именно здесь запустили первый в мире трамвай. Но это не так. На самом деле, первый трамвай вышел в Берлине на три года раньше, чем такой транспорт появился в Сараево. Тем не менее, местные трамвайщики очень милые. Их любят и гости города, и часто пользуются местные. Я пользуюсь трамваем каждый день. Я перешла в другую школу, до нее 5 километров от моего дома. Поэтому трамвай самый удобный и дешевый вид транспорта. Трамвайный парк у нас очень разнообразный. Есть современные модели, а есть прямо такие, словно вышли из музея. Очень не люблю на них ездить зимой, в них ужасно холодно. У нас шутят, что старым трамваем зимой наказывают провинившегося водителя. А вот во время войны трамваи из Сараева стали знаком для местных жителей, что можно выходить на улицу. Я тогда была студенткой. В городе было много снайперов. И мы всегда смотрели, выйдут или не выйдут трамваи из депо. Если трамвай вышел, значит и мы можем. Значит, снайперов нет. Они ушли. Если местный житель не может определиться с выбором профессии, которая обеспечит ему достойную старость, то всегда можно стать водителем трамвая. Тогда Санала даже не подозревала, что и сама станет водителем трамвая. Она училась на экономическом факультете и работала по специальности. Но когда потеряла работу, пришла в трамвайное депо и стала коллегой собственного мужа. Мне пришлось сменить профессию, так как работу было найти очень сложно. А водитель трамвая – это госслужащий. И это значит, во-первых, стабильность, а во-вторых, достойная пенсия. Цена за проезд трамваев в Сараево разная. Она зависит и от того, где ты покупаешь билет – в киоске или в самом трамвае. И если у тебя скидка, купить билет заранее выгоднее. Он будет стоить 80 центов. Еще дешевле для школьников. Вот поэтому давайте и поговорим о местных школах. Я пришла в старейшую и, как говорят, самую лучшую школу в Сараево. Хочу проверить, на самом деле она так прекрасна, как о ней говорят. Пока все, да. Окна есть. И ничего другого в этой школе просто не услышите. Вот смотрите сами. А скажите, ну, а вы деретесь иногда в школе? Вам вас за это могут наказать? Нет, вы что, в нашей школе между учениками нет конфликтов. Ведь это самая лучшая школа в стране. Если кто-то ведет себя неприлично, ему снимают баллы за поведение. И это идет в общие баллы. И у него снижаются все оценки. Если инцидент повторяется, ученика просто выгонят. Поэтому правила никто не нарушает. Слушайте, а у вас есть учителя противные, которые строгие, которые занижают оценки, которые кричат? Нет, здесь учителя просто потрясающие. Ведь это самая лучшая школа страны. Даже когда они к нам строги, это для того, чтобы мы лучше учились и больше знали. Когда я училась в школе, я бы тоже так говорила про своих учителей всегда. А когда у вас нет школы, закончились, я не знаю, все уроки, как вы развлекаетесь? Что вы делаете? Лично я занимаюсь спортом. После школы у меня несколько часов тренировок. А потом еще нужно пойти в библиотеку или сделать уроки дома. А вот Эна состоит в кружке юных поэтов. Мне кажется, этих детей пытали перед интервью. Вы понимаете, о чем я? А вот дома дети, ох, всегда разговорчивее. Нам нельзя опаздывать. Пока ты еще маленький, тебе просто пишут замечания в дневнике. А вот когда переходишь в старшие классы, на урок не пускают опоздавших. Идешь и сидишь в библиотеке. Но сейчас много уроков онлайн. Такое счастье. Если просплю, говорю, что были технические проблемы с компьютером. И никто не наказывает. Еще больше в Боснии меня поразило то, что третиклассникам тут по 17. Дело в том, что в Сараево учеба делится на три цикла. И в каждом из них отчет классов начинается сначала. Первый этап от 6 до 9 лет. Затем с 9 до 12. И третий с 12 до 15. Затем дети либо идут в спецшколы для подготовки к техническому образованию. Или поступают на, так скажем, высший этап средней школы. Там они могут учиться аж до 19 лет. И потом поступать в университет. Но нужно сказать, что лучшая школа в стране государственная. А значит, бесплатная. Лишь раз в год ученики сдают 25 евро для страхования здоровья во время пребывания в школе и в общий фонд для нужд школы. Я бы ни за что не отдал своего ребенка в частную школу. Я считаю, что там в нем воспитают классовую ненависть. Государственная школа у нас абсолютно бесплатная. И образование ничем не отличается от частных школ. Среднее образование обязательно для всех боснийцев. Оно необходимо также, если человек захочет работать в одной из самых почитаемых здесь профессий. Медали, награды, премии. Именами этих людей называют в городе улицы. Представляете, вы думаете, это какие-то, я не знаю, известные люди, политики, артисты, писатели. Музыканты. Нет, 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 ребята. Это таксисты. За что же таксистам такой почет? Мы очень часто помогаем обществу. Если у человека действительно нет денег, мы вполне можем отвезти его бесплатно. Особенно, если это ветеран войны. А когда началась пандемия коронавируса, мы бесплатно подвозили врачей в больницы или на срочные вызовы. Во время войны автомобили такси были едва ли не единственным средством передвижения. На свой страх и риск практически под пулями таксисты перевозили и простых жителей, и высокопоставленных чиновников. Ведь даже высшим чинам передвигаться было не на чем. Многие таксисты теперь ветераны войны, и поэтому в их честь называют улицы в Сараево. Но во все времена и сегодня стать таксистом здесь сложно. Количество таксистов определяется в зависимости от города, его населения и динамики. У всех по-разному, но это количество вычисляет государство. Если в городе уже есть достаточное количество такси на душу населения, больше лицензий давать не будут. Зато когда таксист ушел на пенсию, он может передать свою лицензию в наследство. Более того, должен это сделать. Он может отдать ее брату, сыну, зятю, даже подарить другу. И только если никто из них не захочет, что бывает редко, лицензию дают новому человеку, который отвечает всем требованиям. А помогает таксистам в диспетчерской. Честно говоря, я в такой никогда не была. И очень хочу узнать, из-за кого так часто нет свободных машин. Ой, здравствуйте. Вот это ваша диспетчерская. Я думала, что, знаешь, тут будет человек сто сидеть. А у вас тут два человека, это вы принимаете все заказы? Да, мы уже так много лет работаем, что со всем справляемся вдвоем. Сложнее всего, конечно, утром и вечером, в часы пик. То есть вы сидите два человека. А сколько вам в день звонков поступает? Приблизительно. Смотри, у нас же не только звонки. У нас же еще приложения, мессенджеры, карта, через которую идут заказы. Мы за этим должны следить и правильно распределять звонки, чтобы найти ближайшую машину, проверить адрес. Если у вас получается раз, два, три, четыре, четыре телефона, еще и мобильные, это ваш, наверное, да? Еще и айпад, еще и шестой. То есть это все, это вы все так вот должны успеть. Да, я как Юлий Цезарь, сразу выполняю миллион задач. А если я запутаюсь, знаете, сколько жалоб будет? Мне кажется, что вы человек, который после работы никогда не пользуется телефоном. Вам, наверное, за целый день так надоедает? Нет, вовсе нет. Я люблю свою работу. Конечно, дома я вряд ли буду болтать по телефону. Чаще это делает жена. Но я здесь не устаю. Когда думаю, скольким людям я помог сегодня добраться до работы, к детям, в больницу, сразу настроение поднимается. Если таксистов Сараева любят, есть профессии, которые просто ненавидят. Это налоговый инспектор. Хотя в какой стране их любят? Зарплаты и доходы в Боснии небольшие. Поэтому если вы снимаете квартиру за 1000 евро в месяц, внимание, соответствующих служб вам обеспечено. Вы обязаны доказать, что получили деньги законным путем. Если суммы, которые вызвали подозрения, небольшие, вас ждут штрафы. А вот если скрытый доход больше 12 тысяч евро, тогда тюрьма. Я считаю, что все правильно. Ненавижу коррупцию. А приходится сталкиваться с ней с самого рождения. И это говорит 12-летний школьник. Местные дети не перестают меня удивлять. Чтобы не попасть в неприятную ситуацию, здесь нанимают налогового консультанта. Он законами поможет и споет. И здесь это ни у кого не вызывает удивления. Местные ко всему относятся философски. И даже в самые темные времена пытаются искать светлые дни и повод для улыбки. Ведь то, что жизнь короткая, здесь вспоминаешь на каждом шагу. В этих траншеях 25 лет назад люди защищали свою страну. Они тут спали, ели, находились все время здесь. Интересно, как сегодня живут эти люди? Милан и Матия вместе целую жизнь. Они познакомились, когда Матии было всего 16 лет, а Милану 25. Но это была любовь с первого взгляда. Вместе они вели хозяйство и воспитывали детей. Пока война не пришла прямо в их дом. Тот самый, в котором они встретили и нас. А, так вы, то есть вы еще в стадии ремонта, да? Строительства? Да, мы уже в третий раз перестраиваем наш дом. А зачем вы третий раз перестраиваете дом? Впервые он сгорел дотла в самом начале войны. Ничего не осталось, один фундамент. Я остался здесь и пытался его заново построить. И когда уже все было почти готово, в дом попала бомба. И опять ничего не осталось. Мы были вынуждены уехать и смогли вернуться только в 2006 году. С тех пор понемногу и возобновляем наш быт. Линия огня шла прямо по нашему селу. А так это у вас там траншеи? Да, именно так. Я прямо здесь и воевал, пошел добровольцем. Здесь в окопах и сидел за два шага от моего дома. Бывшего дома. Но меня очень порадовало то, что международные организации помогли семье отстроить свой дом, от которого остался лишь фундамент. Как ветеран, Милан также получает надбавку к пенсии. Хотя я никак бы не назвала ее большой. Пенсия в Боснии и Герцеговине где-то 100-150 евро. Ветераны войны получают еще 35 евро сверху. Хорошая пенсия здесь? Нет, выжить на нее тяжело. Поэтому мы возобновили наше хозяйство и продаем домашний сыр, мясо, колбаски. И вот за счет этого мы живем и даже можем помогать своим детям. Но пока мы живы, здоровы, деньги заработаем, мы знаем, что не это в жизни главное, а мир. Милан решил остаться и воевать, хотя за отказ от армии никак не наказывали. А Матиа с маленькими детьми бежала к родственникам в Сербию. Они не виделись три года. Мы до последнего не верили, что будет война. Думали, что как-то обойдется, но не может быть. И никак не могли подумать, что однажды утром она начнется у нас прямо под окнами. И вот вы проснулись утром, слышите выстрелы. И что вы делаете? Мы сразу схватили детей, а они громко плакали. Нашли какие-то вещи, затем по селу бегали люди и стали всех звать срочно в убежище. Это был большой подвал, мы бежали туда. В подвал? И сколько вы там сидели? Пока нам не сказали, что можно выходить. Обстрелы прекратились. Я собрала еще вещи, и Милан отвел нас на автобусную станцию в соседнем городе. Оттуда беженцев везли в Сербию. Он с нами не поехал. Я мужчина и не мог бросить свою страну. К тому же я надеялся, что мне хоть как-то удастся сохранить наш дом, наше хозяйство, которое мы с таким трудом и столько лет строили, делали. Но, к сожалению, дом сгорел, животных убили или украли. Не осталось ничего. Я помню, как я плакала, когда возвращалась домой после войны. Я была так рада, что Милан жив, что дети целы. Но я знала, что дом разрушен, что у меня ничего нет, кроме них. И это было горе, смешанное с радостью и облегчением. Ну, вот уже сейчас, сегодня прошло 25 лет, по сути, уже. Слава Богу, и мирное небо над головой, и своя еда, и дети рядом, и дом строится. И я вам скажу, слава Богу. Слава Богу. Рядом с домом семьи стоит большой крест, под которым хоронят всех родственников. Здесь так принято. Вообще, Сараева часто называют городом кладбищ. Они здесь повсюду. В парках, возле школ, и даже в Олимпийском спортивном городке. Их немного было и до войны, но после. Только посмотрите на даты смерти. Практически все они выпадают на эти такие сложные годы для маленькой Боснии и Герцеговины. Я нахожусь на самом дорогом кладбище Боснии и Герцеговины. Но человек даже при большом количестве денег не может быть тут похоронен. Для этого нужно только одно условие. Здесь могут быть похоронены только те, кто имел воинское звание или был значимой фигурой в политике. Но уже много лет на этом кладбище никого не хоронят. У нас так давно не было новых могил, что я даже затрудняюсь ответить, сколько бы сейчас стоило здесь места. Не знаю, хорошо это или плохо. Наверное, хорошо. А ведь это правда. Что нужно для счастья? В маленькой небогатой Боснии и Герцеговине это очень хорошо осознал каждый из жителей страны. Нужен мир, необходимо чувство безопасности и доверия, уважение друг к другу. А для полной эйфории вкусный барашек, сладкая пахлава и счастливые дети, которые только прибежали из школы на домашний ужин. После самого темного времени, всегда наступает рассвет. Местные жители об этом знают, как никто. Именно поэтому они ценят мир и готовы бороться за него каждый день. Они независимо от религии, возраста, профессии, гордятся своей маленькой страной, потому что... Это моя родина. Что бы ни случилось, люди тебе здесь всегда помогут. Может быть, есть страны, где красивее или в них лучше жить, но я никогда не покину Боснию. Ни за что не уеду. Всегда буду защищать ее. Я верю, что здесь я буду счастливой. Жизнь здесь совсем другая, ни на что не похожая. Ни на фильмы кустурицы, ни на сводки новостей. Это страна отзывчивых людей, вкусного мяса, высоких гор и старых трамваев. Это страна, которая смогла вернуться к настоящему миру. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok